Сегодня хочу вам предложить еще одну закуску, она мне очень нравится, рецепт моей подруги очень вкусный, особенно те, кто любит баклажаны. Будем мариновать баклажаны, еще добавлю немножко вот два перца и грибочков и помидоров. Итак, первое, что нам понадобится, это я беру два больших вот таких баклажанов, два перца, граммов 100 шампиньонов и для соу, это то, что мы положим в духовку на 30 минут, в разогретую духовку на 180 градусов и будем делать соу. Для соуса нам нужно будет, вот половина такой вот банки, я возьму помидор, которые кусочками порезаны уже замаринованы, 4-5 зубчика таких средних чеснока, у меня чуть побольше, потому что маленькие, затем полстакана воды, полстакана оливкового масла, полстакана соус чили сладкий, тайский соус и самое главное вот приправы. Приправы можно взять, есть еще кноровские, там где есть паприка, базиликума, петрушка, то есть я беру еще вот таких вот 4 пакетика приправы сюда. Отмерять стаканы, у меня, значит, я беру одноразовый стаканчик, удобно отмерять, будем делать так соус. Но первое, что мы делаем сейчас, это чистим, режем очень крупно баклажаны, перец, вот такие грибочки шампиньона оставляем такими, а если покрупнее, то пополам, и все кладем на противень. Итак, вот на такие кусочки мы порезали, вот крупные достаточно кусочки баклажаны, перца, грибов, отправляем в духовку на 30 минут, в духовке на 180 градусов. Все овощи у нас пока в духовке, мы займемся соусом. И начинаем мы с чего, начинаем с приправы, то есть здесь вот есть у нас паприка, базилику, немножко чеснока, немножко лука, соль, перец, но чем мне нравится эта приправа, почему вот я ее беру уже готовую, с тем, что в ней немножко есть уксуса уже там внутри, то есть если, допустим, брать неготовую какую-то приправу, здесь можно абсолютно, в принципе, любую приправу добавлять в этот маринад, то нужно обязательно добавить, будет там пару ложек по вкусу уксуса, перец и соль. Пока перец и соль я не добавляю, а уже когда у нас баклажаны, перцы и грибы постоят в этом соусе, мы попробуем, нужно соль или не нужна, то есть вот я разливаю таких, здесь можно попробовать, поэкспериментировать, какие приправы нравятся и так далее, просто читать состав даже, что входит в какие травы, какие ингредиенты входят в данную приправу. И, значит, мы заливаем нашу приправу полстакана воды, она чуть теплая, почему чуть теплая, немножко нужно будет сейчас вот растворить то, что вот у нас есть. Может быть, даже подойдут какие-то кубики, вот кноровские на травах или в пакетиках есть приправы. То есть здесь нет такого, что именно вот только эта приправа подходит и все. Вот мы вот так сделаем сейчас. Чуть-чуть ее растворим. Теперь соус чили для остроты добавляем. Но чили сладкий. Ну, понятно, что он называется чили сладкий, тайские все эти соусы, но они, в них остроты достаточно. Он не очень густой такой прям хороший. Полстаканчика добавим этого соуса. Еще чуть-чуть. Все, достаточно. Сюда. Теперь половинку стаканчика оливкового масла. Выливаем. Все, стаканчик выбрасываем для удобства, поэтому беру одноразовые всегда. Так, чеснок. Чеснок режу крупными кусочками. Вот так вот нарезаем чеснок. Сейчас мы его пластиночками такими крупными. Вот один у нас сбежал. То есть, кому, допустим, не нравится чеснок, он только придаст вкус, а можно его будет убрать, да и все. Так, теперь вот это вот мы помешаем сейчас. Вот уже получается вот такой вот соус. Симпатичный, пахнет очень вкусно. И теперь добавляем полбанки сюда томатов. Помидор, порезанный кубиками, здесь вместе с луком, в собственном соку. Вторую половинку баночки используем на спагетти-баланейде, допустим. Все, вот так вот мы его помешаем. Чуть-чуть вот попробуем на соль. Я бы добавила даже и здесь соли, потому что овощи мы не солили. Без масла они у нас готовятся в духовке. Чуть-чуть еще. Все, а потом уже проверим, когда они постоят пару часов, и мы проверим, нужна ли соль или нет. Все, соус у нас готов. Теперь ждем, вот осталось у нас, то есть соус мы сделали за 5 минут. 25 минут мы ждем овощи из духовки, и дальше будем их опускать в наш соус. Все, вот через 30 минут, ровно прошло 30 минут, мы достаем наши овощи и горячими прям вот их кладем в соус. Сразу из духовки, не теряя ни минуты. Тогда они хорошо все пропитываются, и уже, в принципе, через 3-4 часа уже можно их будет есть. Ах, горячие. Все. Складываем их все сюда. Все, все овощи выложили, и теперь уже ложкой просто вот так вот мешаем в этом маринаде. Перемешиваем хорошо. Все, и оставляем теперь мариноваться. Где-то через... Накрываем крышкой, оставляем в сторону мариноваться. Где-то через часик, когда они уже остынут и немножко пропитаются, можно попробовать соус. Насколько или надкусить, допустим, перец, баклажан. Хватает ли соли, но учитывайте, что это еще и промаринуется. Соли, допустим, или добавить соуса чили, чтобы это было немножко поострее. То есть час мы вообще не трогаем, потом пробуем и уже добавляем что-то по вкусу. А через часа 4-5 оно уже хорошо промаринуется, и можно подавать к столу. Приятного аппетита! Продолжение следует...